Добрый день, дорогие друзья! У нас недельная глава в Ира, вторая глава в книге Шмот. И есть очень интересная заповедь, которая упоминается в этой главе. Заповедь рассказывать следующему поколению о чуде выхода из Египта. На самом деле великое чудо, и у нас это упоминается во многих заповедях, которые мы выполняем. То, что касается благословления после Едыберка от Амазон. Филин, который мы накладываем на руку и на голову, там тоже упоминается выход из Египта. Мезуза, которую мы вешаем на косяке дверей, там тоже упоминается. Праздники, которые у нас есть. Есть множество-множество-множество заповедей, которые напоминают нам выход из Египта. Есть больше 50 упоминаний о выходе из Египта в нашей Торе. Говорит на это Рамбан в конце недельной главы Бо, в следующей недельной главе, что основа этой заповеди, основа выхода из Египта и чудеса, которые там были, это для того, чтобы укрепить еврейскую веру в Бога. И никто не сможет опровергнуть эту веру за счет того, что те чудеса, которые там происходили, никто не может объяснить, кроме как действия самого Творца. Также в книге, которая называется «Сефарахенух», там автор собрал все 613 заповедей, которые у нас есть в Торе. И по отношению к каждой заповеди он написал, предложил какой-то смысл этой заповеди. Когда он говорит про заповедь, рассказывать про выход из Египта, он приводит такие слова, и я вам переведу. Это большая митсва и большая основа и крепкий столб в нашей Торе и в нашей вере. И поэтому мы говорим в наших благословлениях и в молитвах упоминания о выходе из Египта. Поскольку это знак и чудо, которое точно доказывает о том, что мир, он сотворен. И есть древний Бог, который может и делает все, что здесь есть, и в любой момент он может это изменить. Точно так же, как сделал в Египте, что изменил все законы природы ради нас, ради еврейского народа. И сделал большие, новые, великие и сильные чудеса, которые затыкают любого человека, который хочет опровергнуть обновление мира. И это укрепляет веру в познание имя Творца и его наблюдение и силу в общем и в частном везде в этом мире. Опять мы видим, что есть тут ударение на то, что заповедь рассказывать об Египте предназначена для того, чтобы укрепить в нас веру. И поэтому так важно все время ее упоминать. Рав Исраиль Салантер в своих походах распространение то, что называется Атамусар, движение этики и установить во всех ешевод, чтобы было время специально и предназначено для того, чтобы учить правила этики еврея в этом мире. В течение своих походов была одна гостиница, которую он периодически посещал. И в один из разов, когда он туда попал, вдруг он увидел, что хозяин этой гостиницы вдруг перестал соблюдать заповеди. Для него это было очень странно. И он спросил хозяина, в чем дело, что произошло, расскажи. Ему было очень неудобно. Но все-таки Рав спрашивает, надо рассказать. И он рассказал, что произошла такая история в его гостинице. Пришел какой-то еврей с бутербродом, с колбасой, с виньей. Встал посередине зала и громко всем объявил. Я вам обещаю, нету творца. И нету суда. И все это выдумки. И каждый может делать все, что он хочет. И я вам сейчас продемонстрирую. Я съем эту колбасу, и со мной ничего не будет. А если будет, это значит, что есть творец. Он съел колбасу, с ним ничего не произошло. И с этим действием он оставил гостиницу. Все окружающие очень сильно ослабли в своей вере. Они думали, что Всевышний сейчас покажет свою силу. И покажет, что это такое, что это значит. Нарушать его волю в таком обществе и так далее. А тут все наоборот. Ничего не произошло. И это очень сильно его ослабило. И потихонечку, со временем, все больше и больше и больше он стал оставлять соблюдение заповедей, пока он остался совсем без ничего. Но раб Исраэль Салантер был мудрый человек. Он сел в салоне этой гостиницы. И вдруг видит, заходит дочь хозяина. Счастливая, радостная. Несет в руке диплом. Что за диплом? Она завершила учебу по скрипке, по музыке. И приходит к папе и показывает ему. Раф поинтересовался, в чем дело, что такое. Ему объяснили. Говорят, а, да, она хорошо играет. Я бы хотел послушать. На самом ли деле она умеет хорошо играть? Девочка не поняла, что раб от нее хочет, что он к ней пристал. Она всего лишь пришла сейчас со школы. Но раб говорит, нет, если ты умеешь играть, я хочу послушать. Девочка позвала папу, что папа поговорил с рабином. Равин говорит, ну, она же выучилась на музыканта. Я хочу послушать, как она играет. Папа говорит, оставь ее в покое, что ты к ней пристал. И тут девочка говорит, извините, пожалуйста, но я сейчас получил аттестат. У меня есть диплом. На этом дипломе написано, что я музыкант. Вот, что теперь, если каждый будет меня просить что-то играть, так я буду играть. Для этого у меня есть диплом. Каждый, кто просит, я ему показываю, что вот, я музыкант же, я умею играть. И по этому диплому знают, что я играю. Он спрашивает отца, ты согласен с этим? Отец говорит, конечно. Конечно, так и есть. Для этого и нужен диплом. Для того, чтобы иметь доказательства о том, что человек, который его держит, он на самом деле музыкант. На это сказал Равесраэль Салантер этому хозяину. Дорогой мой, послушай, что ты говоришь. Если есть диплом, это значит, что это доказательство. У нас же есть самый настоящий диплом. Наша Тора. В Торе написано подробно, как еврейский народ вышел из Египта с великими-великими чудесами. И как Всевышний может поменять все в этом мире по своей воле в любой момент. И все чудеса, которые были дальше. И в пророках про Илья Ванави на горе Кармель, когда огонь спустился сверху, в тот момент, когда он попросил. И множество, множество чудес, которые происходили с праведниками в течение истории. Неужели ты думаешь, что каждый выскочка, который пожелает увидеть какое-то присутствие Всевышнего наяву, какое-то чудо, что из-за него теперь всю природу будут менять? Это же невозможно. Для этого Всевышний нам дал Тору. И рассказал нам все чудеса, которые происходили. И это наш документ. Когда у нас этот документ существует, тогда мы знаем, что это то, что есть. Не зря. Когда объявляли в объединенных нациях, согласие сделать еврейское государство Меденат Исраэль, то саудовский представитель сказал своему товарищу, который сидел рядом с ним. Ведь Бен-Гурьон, когда выступал, он держал в руках книгу Танах, которая совмещает Тору, пророки и Писание. И махал там перед всеми. Вот наше доказательство. Вот наша Тора. Вот наш Израиль. А саудовский представитель говорит своему соседу. Он вырвал оттуда одну страницу и махается ей. Пусть он махает все, что у него есть. Что он вырывает одну страницу. Когда у нас есть Тора, когда у нас есть вера, это наш документ, это наш диплом, это наша сила, и это Ам Исраэль. Всего хорошего.